На состоявшейся 23 ноября пресс-конференции в режиме онлайн премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан взаимно признали территориальную целостность в рамках СНГ. Демаркация и делимитация это процесс, и Армения должна отстаивать там свои интересы. В общем, когда мы говорим Армения, мы должны понимать не аморфную вещь, не имеющую границ. Мы должны понимать очень конкретную область. Как можно объяснить это заявление Пашиняна? Стоит ли ожидать от него трезвого подхода в данном вопросе? Или же это своего рода уловка для того, чтобы оттянуть время, как поступал Ереван на протяжении всего времени после подписания трехстороннего заявления? С этими вопросами редакция Калибер Ас обратилась к американскому политологу-политехнологу Джейсону Джею Смарту, кандидату исторических наук, директору аналитического центра Prudent Solutions Бишкек, Эсену Субалиеву, аналитику Украинского института будущего Илья Куси, грузинскому эксперту по Ближнему Востоку Василию Папове. Джейсон Смарт считает, что заявление Пашиняна – хороший знак для Азербайджана. На самом деле это важный шаг. Касательно Карабаха Пашинян заявил, что важно согласовать этот вопрос с международными подходами. Это хороший знак для Азербайджана, поскольку международное сообщество активно наблюдает за ситуацией и армянской стороне будет тяжело делать любые необоснованные шаги. Любые подвижки в укреплении стабильности в регионе мирным путем приветствуются. Люди должны чувствовать себя в безопасности, сказал Джейсон Смарт. Эсену Субалиев отмечает, что это важный шаг со стороны Армении на пути постепенной нормализации обстановки как на двустороннем, так и на региональном уровне. Заявление премьер-министра Армении свидетельствует о постепенном признании новой геополитической реальности и необходимости искать выход из сложившейся непростой для этой страны экономической и политической ситуации. Признание территориальной целостности Азербайджана – это первый, в большей степени, психологический шаг политических кругов Армении. Безусловно, это не отражает общественные настроения, которые крайне поляризованы. Часть готова признать итоги трехстороннего заявления, другая часть выступает с реваншистскими настроениями. В любом случае, по моему мнению, это важный шаг со стороны Армении на пути постепенной нормализации обстановки как на двустороннем, так и на региональном уровне. Что касается затягивания времени, то эту возможность исключать не стоит, учитывая разные взгляды в политических кругах Армении на пути решения проблем с Азербайджаном. Однако, мне все же представляется, что фактор времени играет не на руку Армении. Если они упустят те возможности, которые открываются по результатам трехстороннего заявления, то впоследствии упустят шанс на дальнейшее развитие региона. С новыми разветвленными сетями транспорта и коммуникаций. Что является чрезвычайно важным для этой страны. Возможно, именно итоги Второй Карабахской войны впервые дают этой стране шанс для значительного улучшения своего экономического положения. При этом не следует исключать, что признание территориальной целостности Азербайджана со стороны Армении является результатом внешнего влияния как прямого России, так и опосредованного Турции и даже Ирана. Все эти страны возлагают надежды на региональную разблокировку, что представляет для них крайне важное значение в их внешнеполитических инициативах. В связи с этим несговорчивость Армении представляла серьезное препятствие. Следующим этапом должна стать нормализация отношений с Турцией. Без этого шага у Армении не будет шансов на экономическое оздоровление и развитие, сказал Эсен Усубалиев. По словам Ильи Кусы, заявления Пашиняна скорее отражают внутриполитические процессы в Армении, где происходит борьба между властью и оппозиции из числа старых элит. На мой взгляд, эти заявления не имеют никакого отношения к ситуации вокруг Карабаха или к отношениям двух стран. До юри признание взаимных границ обычно происходит после подписания соответствующего договора. А этого не было, кроме того, эти заявления также вряд ли повлияют на статус Карабаха, поскольку этот вопрос, согласно международным соглашением, должен решаться в рамках Минской группы ОБСЕ, сказал Илья Куса. Василий Папава считает, что Ереван подобными заявлениями пытается оттянуть время. Армения, потерпевшая поражение во Второй Карабахской войне, оказавшись без поддержки России и ОДКБ, вынуждена пойти на значительные уступки Азербайджану. Речь идет не только об отказе от тех территорий, которые она оккупировала в течение долгих 30 лет, но и признание территориальной целостности Азербайджана, что в свою очередь автоматически повлечет признание тех границ, которые существовали в рамках СССР. А именно, Карабах в составе независимого Азербайджана. Но даже если Ереван подобными заявлениями пытается оттянуть время, такого рода попытки не увенчаются успехом. В свою очередь Азербайджан не питает никаких иллюзий по поводу того, что Ереван без оказания на него давления со стороны, пойдет на такого рода уступки. Пока не будет подписано то соглашение, о котором говорит Пашинян. Баку будет оказывать давление на Ереван, как политическое, так и военное, сказал Василий Попава. Продолжение следует...